Дмитрий Анатольевич Фомин родился 17 января 1974 года в городе Новосибирске. Отец – Анатолий Данилович Фомин, 18 августа 1939 года, 20 февраля 2014 года. Был кандидатом технических наук, доцентом Новосибирского электротехнического института связи, директором регионального центра охраны труда по Сибирскому федеральному округу. Мать – Тамара Павловна Фомина, род 1942, инженер-патентовед, по поводу родителей Митя сказал. Сестра Митя – Светлана, после окончания Новосибирской, а затем и Миланской консерватории работает в ансамбле старинной музыки, живет в Италии. По собственным словам, Дмитрий всегда знал, кем будет, и с детства играл в артиста. Постоянно пел под эстрадные пластинки. С окончанием школы Дмитрий поступил в Новосибирский медицинский институт. Позже он скажет по этому поводу в интервью. Однако, едва начав учиться, Митя взял академический отпуск и уехал за границу по приглашению своих английских друзей. В Англии, а потом и в США, Дмитрий брался за любую работу. Чтобы заработать на жизнь, учил английский язык. В тот период он познакомился с музыкальным театром и начал сам писать музыку. Через год Митя вернулся в Россию уже сформировавшимся человеком. Митя продолжил обучаться на медика. Однако понимал, что быть врачом – не его призвание. За несколько недель до государственных экзаменов он сделал неожиданный шаг. Уехал из родного города в Москву. Чтобы начать жизнь с чистого листа и осуществить давнюю мечту – поступить в театральный вуз, Митя успешно прошел первый этап отборочных туров сразу в нескольких вузах. В Байке, Гитисе, Щепкинском театральном училище и школе-студии МХАТ. Затем Митя вернулся в Новосибирск, сдал госэкзамены, получил диплом врача-педиатра. На следующий же день вернулся в Москву и поступил в ОВГИК на актерский факультет, где конкурс составлял 70 человек на место. Этот случай удивил даже педагога ВЭГИК Алексея Баталова, которая упомянула о поступлении Фомина в интервью. Обосновавшись в Москве, Митя очень скоро встретил своих давних знакомых из Новосибирска – продюсера Эрика Чантурия и композитора Павла Есенина. Они предложили ему стать солистом нового музыкального проекта под названием «Хай-фай».